В боксе существует прием, который называется «качать маятник». При этом боец раскачивает корпусы стороны в сторону, чтобы не попасть под удар противника и, в свою очередь, мог сам атаковать под разными углами. Примерно то же делают и ВСУ. Сегодня есть повод остановиться на этом подробней. Найти аллегорию не составляет труда, а попробуйте устроить маятник силами армии в сотни тысяч человек личного состава, насыщенной десятками тысяч единиц техники. Это требует, чтобы вся махина работала как единый механизм, причем так, чтобы расположенные на сотни километров подразделения четко синхронизировали свои движения и выпады. Нечто подобное мы наблюдаем и сейчас. Сразу после того, как наши военные разгромили группировку войск, обещавшую не делать ни шагу назад из-под лимана, началось движение в другом направлении от Купенска в обход Сватова. По данным противника, наши войска успешно вышли к автодороге Р-66, которая ведет из Сватова к границе Федерации, и перерезали еще одну важную логистическую артерию, которая позволяла делать из этого населенного пункта логистический хаб вместо Купенска. И вот уже понятно, что ни завести туда материальное обеспечение, ни вывести все дальше в направлении Северодонецка для снабжения группировки, которая там окопалась в треугольнике Кременная-Северодонецк-Лисичанск, уже не получается. И в общем, та самая ценность Сватова, которая была еще по состоянию на вчера, теперь уже потеряна. Бодаться за этот населенный пункт можно, но уже недолго и не понимая, зачем именно. Мы предполагали, что дальше Купенская группировка пойдет на Старобельск, отсекая Сватова от границы Мордора. Но, видимо, сил у группировки войск, только что отбившей Лиман, было достаточно, и встречными ударами от Лимана и Купенска наши войска выбили противника от Боровой и тем самым полностью очистили правый берег Оскола, заставив противника отходить в сторону Луганска. И казалось, что вот именно сейчас пойдет глубокий прорыв на оперативную глубину оккупированной территории. Противник решил то же самое и начал показывать судорожные движения по переброске туда хоть какой-то части обстрелянных войск, которые хотя бы теоретически могут быстро стать в оборону. Но наши качнули маятник с другой, крайне западной стороны линии фронта. Как известно, два дня назад ВСУ начали наступление на правобережную группировку противников Херсонской области. Если рассматривать это движение в масштабе всего протяжения линии фронта, то это была классика тактики маятника. Но если посмотреть на то, как наши войска действовали именно здесь, против этой группировки войск, на сегодня самой мощной из всех, то и здесь можно заметить этот самый маятник в действии. В самом деле, именно здесь была первая попытка наступления ВСУ еще в конце августа, и расисты решили, что херсонское направление будет основным. И поэтому сюда просто набили под верх личного состава и техники. А с учетом того, что наши военные начали нещадно атаковать все переправы через Днепр, то такой вывод напрашивался сам собой. В итоге противник торопился туда загнать тяжелое, пока это позволяли мосты, а боеприпасы и другие виды довольствия он решил обеспечивать подручными средствами. Но теперь понятно, что эти его действия были специально спровоцированы, чтобы назад, на левый берег, все это уже не смогло вернуться никаким другим образом, кроме как в виде трофеев, доведенных до ума нашими оружейниками и уже бьющих своих вчерашних владельцев. Та численность войск и техники, которую противник стянул на этот участок фронта, уже сама собой должна была внушить мысль, что атаковать здесь бесполезно. И лучшее, чего ВСУ могут тут добиться, это не дать наступать самим оккупантам. Тем не менее, противник справедливо полагал, что подобные вещи могут не внушить страха ВСУ, поскольку такое уже было не раз, и поэтому были предприняты серьезные меры, чтобы в случае необходимости можно было действительно встать в глухую оборону. Главным призом здесь является сам город Херсон, который был захвачен без сбоя и в первые дни вторжения. И наступление противник ожидал с направления Николаева непосредственно на Херсон. Именно там он создал несколько линий обороны и с тяжелыми железобетонными фортификационными сооружениями. Проще говоря, противник решил максимально прикрыть направление возможного удара ВСУ там, где он сам наступал бы, поменяйся ролями с противником. Логика здесь простая. Оборона была развернута на линии, кратчайшей от Николаева до Херсона и вдоль соответствующей автодороги. Эта же самая логика говорила о том, что самым безопасным направлением считалось самое удаленное от Херсона на правом берегу, а таковым является Криворужское направление или самая северная точка оккупированной территории на правом берегу Днепра. Видимо, расистам в голову не приходило, что наши военные решатся идти к Херсону самым длинным путем. Только вот их логика не учитывает простого и понятного нам фактора. Нам надо деоккупировать всю нашу территорию, в том числе и ту, что находится дальше всего от Херсона. А в итоге получилось то самое движение маятника. Наши нанесли короткий удар прямо на Херсон, и противник парировал его. Вслед за этим удар был нанесен в районе Давыдова-Брода, как бы с намерением рассечь всю группировку на две части, северную и южную, с очевидным выходом на дамбу в районе Береслава на правом берегу и Новой Каховки на левом. Там нашим войскам хоть и удалось вклиниться в оборону противника, но не глубоко. Тем не менее, противнику пришлось перебрасывать резервы сюда, понимая, что таким образом ВСУ пытаются раскрыть Херсон. Поэтому противник вынужден был мотаться между этими двумя направлениями, поскольку первый вариант наступления ВСУ имеет целью выход к мостам в Херсоне, а второй вариант – к дамбе Новой Каховки. А других вариантов капитальных переправ через Днепр у противника просто нет. Но, как выяснилось, ВСУ пошли в наступление там, где логика противника вообще не видела для него места. Там все равно надо освобождать все земли с одной стороны, а с другой – надо отодвигать войска оккупанта от Кривого Рога, чтобы лишить его возможности дешево и сердито обстреливать крупные промышленные центры. Да, пока мы не можем полностью прикрыть все наши города плотной системой ПВО, хоть постепенно этот вопрос и решается. Но наибольшее разрушение дают все же не крылатые ракеты, а именно артиллерийские обстрелы городов РСЗО и, более того, ствольной артиллерии. Поэтому избранное направление наступления понятно для нас и непонятно для них. Между прочим, это крайне важный момент, который создает психологический пресс для противника. Когда ему непонятна логика действия оппонента, почти невозможно предугадать следующие действия и потому что-то будет упущено, а что-то неправильно понято и ответное движение будет организовано не в том месте и не в то время, а это всегда чревато разгромом. И максимум пессимизма и растерянности получается после череды таких промахов, когда очевидным становится то, что не удается просчитать действия противника. Ведь это означает, что инициатива не просто перешла в его руки, но и что с этой инициативой ничего не удается поделать. И вот ВСУ пошли в направление с севера на юг вдоль берега Днепра в общем направлении Береслав. Скорость, с которой движутся наши военные, говорит о полной неготовности противника к прорыву именно с этого направления. И вот американские коллеги вполне обоснованно, как возможную перспективу развития событий, стали рисовать карту, на которой Клин, созданный ранее в районе Давыдова-Брода, мог начать двигаться все в том же направлении Береслава, но уже с западного направления. И в таком случае вся северная группировка орков могла бы оказаться под угрозой окружения. А между прочим, там стояли десантники и прочие остатки кадровой армии. И вот все это воинство могло оказаться в мешке, который недавно все наблюдали в районе Лимана. Еще раз подчеркиваю, приведенная карта является гипотетическим вариантом развития событий, которые выглядят вполне вероятными, поскольку и так группировка войск противника напоминает кишку. Только до начала наступления с западной стороны поджимали ВСУ, а с восточной стороны орки упирались в естественную водную преграду реку Днепр, которая дает те самые варианты, с которых мы начинали. Ведь на другом берегу пока еще находятся их войска, и в общем, тут имелись разные варианты. Но своим наступлением ВСУ отрезали противника даже от Днепра, и кишка оформилась окончательно, когда наши прошли больше половины пути до Береслава и на полдень вторника уже освободили Дудчаны, а на самом деле уже ушли намного южнее. Опять же, мы ссылаемся на карты, составленные нашими американскими коллегами, и на самом деле конфигурация линии фронта может иметь несколько другие очертания. Но тем не менее, опыт показывает, что коллеги, в общем, показывают довольно близкую к реальности ситуацию. Насколько можно понять, теперь рашисты, если и быкуют, то уже с оглядкой на то, что произошло с изюмской, а потом и с лиманской группировками. Понятно, что там сейчас рассказывают о том, что они воюют не с Украиной, а с НАТО. И, наверное, в это кто-то верит, но в таком случае надо было бы спросить хотя бы себя, как так получилось, что угораздило воевать с НАТО? Хотя все это они слышали от тех, кто выжил на Востоке и кто им рассказывает всякие байки о предательстве или каких-то других фантастических вещах, но вполне возможно, кто-то рассказал и правду о том, что против ВСУ их армия, сборище гопников, даже не понимающих то, как их так беспощадно выкашивают. Пока они сами на своей шкуре не почувствуют, что такое драпать из котла, понимания этого ужаса не будет. И все же, как видно из предыдущей карты, они таки начали быстро отходить на юг, чтобы не распробовать вкус котла. Где они планируют остановиться и встать в оборону, нам сказать сложно и похоже на то, что эта же сложность имеется и у отступающего противника. Еще утром их паблики пестрели сообщениями псковских десантников, которых не добили под Киевом, о том, что они не намерены уступить ВСУ Давыда вброд. А уже после обеда стало известно, что эти отважные витязи в козлиных шкурах уже смылись из этого населенного пункта, тяжко испартив за собой воздух. Тональность сообщений стала какой-то обреченной и унылой. Но каноничность их действий говорит о том, что ближайшее место, где они попытаются встать в оборону, это как раз тот самый Береслав, а вернее выход на путепровод по дамбе Каховского водохранилища. Коллеги рисуют это примерно так. И возможно, они как раз и попытаются осуществить нечто подобное. Но тут вот что интересно. Накопление сил и средств на правом берегу Днепр шло месяцами. Причем до конца июня противник вообще не имел никаких проблем с переброской чего угодно на правый берег, имея в своем распоряжении как минимум два капитальных моста, которые легко выдерживали не просто тяжелую технику, а колонны такой техники. Плюс к тому, в их распоряжении был и железнодорожный мост, который можно использовать в их излюбленном стиле. Потом возникли проблемы и пришлось перетаскивать с берега на берег снабжение со все более возрастающими трудностями. Достаточно сказать, что прямо сегодня опять прилетело по Антоновскому мосту. А это значит, что при необходимости вывести все то, что туда уже загнано, не удастся, а сделать это быстро тем более. Так что начавшие драпать войска прямо сейчас должны бы задуматься, куда они бегут и каковы их перспективы. И здесь возникает та самая объективная реальность со все более холодной водой Днепра. Ведь есть таблицы, которые показывают зависимость дееспособности организма человека от температуры воды, в которую он погружен. Чем холоднее вода, тем меньше времени остается у пловца, не имеющего специального снаряжения, а с учетом ширины реки фактор времени становится решающим. Конечно, можно рассчитывать на то, что в крайнем случае можно будет найти какую-то лодку, но когда начнется массовый драп, гарантированно не удастся найти ничего, даже надувных женщин. И чем больше октябрь отсчитывает своих дней, тем более печальные перспективы у всей этой публики. Это обусловлено еще и тем, что чем дальше продвигаются ВСУ, тем дальше орков достают высокоточные инструменты. Круги, которые выделывают хаймерсы, все уже видели, но наиболее массово применяются тресокиры, и в их исполнении круги выглядят вот так. Но даже если прямо сейчас им удастся занять заранее подготовленные оборонные позиции, то эффект маятника никто не отменял. Просто он качнется в другую сторону. Те, кто занял глухую оборону в Лимане и до сих пор еще жив, могут об этом рассказывать много и поучительно. Тем более, что нет никаких предпосылок к тому, что движение маятника не перекинется на Северодонецкое или Старобель справление. А кроме того, мы здесь рассматриваем крайние точки движения маятника, а кто говорит о том, что удары могут наноситься только в крайних точках. Пока противник мечется между этими двумя крайностями, нечто совершенно неожиданное может произойти в самом тихом месте, коим еще пару дней назад была северная конечность правобережной группировки. Ну а все вместе взятое говорит о том, что наши военные продемонстрировали не просто умение воевать в наступлении, но и способность делать это одновременно в нескольких местах, динамически перераспределяя нажим на противника. Это уже совершенно другой уровень военного искусства, и наши его показывают всему миру в режиме мастер-класса. И, глядя на это, почему-то вспоминается фраза «Мы еще даже не начинали». «Мастер-класса» «Мастер-класса» и, чем «Мастер-класса»